Магазины, производство и сельское хозяйство – все в одном. Временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский познакомился с деятельностью группы компаний «Риад». Гендиректор провел для главы региона экскурсию. Я бы хотел показать практику поближе к земле, то есть с чего начинается все, от буквы «А» и до «Я». Весь алфавит пробежать. Экскурсию начали с молочного цеха. С 2012-го натуральное молоко с фермы в Гаврилово-Пасадском районе. Здесь реализуют под собственной маркой. Сейчас объем вырабатываемого молока составляет от 4 до 6 тонн в сутки. Линия продукции широкая. Много видов кефира, йогурта, есть сметана, масло, творог и, конечно, сыры. В производстве идет все самое натуральное. Самое лучшее молоко – это цельное. В нем сохранены все витамины, в нем сохранено и белок, и жир, и углеводы. Это задано природой. И раньше, если бы природа придумала обезжиривать молоко, оно бы было, наверное, обезжиренное. Для нас, для организма лучше хорошее, цельное молоко. Так же, как и сыры мы изготавливаем, и молоко ненормализуем, мы делаем из цельного сырого молока. Пастеризацию проводим прямо в сыроизготовителе. Все молочное производители реализуют только в своих магазинах. Большой спрос на сыр. Ряд продает его по 400 килограммов в неделю. Гордость компании – пармезан. Уверяют, от итальянского собрата не отличишь. Среди групп компании активно продолжает развиваться хлебокомбинат «Ивановский пекарь». Производительность – более 21 тонны изделий в день. А я больше всего, кстати, в детстве, вот такой хлебокомбинат «Ивановский пекарь»? Это «Дарницкий». То есть «Иваново» потребляют в основном два вида хлеба. Из белого – это городская булка. И сколько мы не пробовали экспериментов, бакеты, батоны, немецкие хлеба. Вот «Иваново» – это городская булка. Визитная карточка города. Всего хлебокомбинат запускает 55 позиций хлебобулочных и 66 наименований кондитерских изделий. Реализуют продукцию по всей области, во всех федеральных и локальных сетях. К настоящему времени производителям удалось справиться с непростой проблемой возврата в продукции. Все риски теперь на покупателя. Раньше в большей части федеральной сети заказ делал не человек, который может понять, что праздник или не праздник, выходные или не выходные. Заказ делал робот, который рассчитывал среднее количество заявок и делил его на количество дней и уделял нам заявку. Сейчас сети, я думаю, стали по-другому уже делать заявку. Сейчас они это все берут на себя. Неизменно гордятся здесь качеством продукта, но поддерживать и развивать его компании все сложнее. Оборудование, хоть и работает справно, все же нуждается в модернизации. Мы говорили, что надо федеральные правила субсидий чуть подкрутить, чтобы РИАД смог модернизировать хлебозавод. А также есть ряд проектов сельского хозяйства, которые вся группа РИАД реализует. Сейчас там доталкиваем эти проекты уже на федеральном уровне, чтобы они получили поддержку. Станислав Воскресенский считает, проекты РИАД обречены на успех, ведь компания в своей работе учитывает вкусы и потребности ивановцев. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.